В Белгороде-Днестровском становится уже доброй традицией, когда на заседании сессии городского совета присутствуют гости из области или даже из Киева. К примеру, на сессию, которая прошла 1 августа, приехала народный депутат Светлана Фабрикан и депутат Одесского горсовета Александр Шеремет. Прием местные депутаты оказали им теплый. Каждый считал своим долгом высказать свою точку зрения гостям и, конечно, доказать, что именно он прав. Словно малые дети, наши депутаты на разный лад призывали на помощь Светлану Самуиловну. Светлана Самуиловна, вот вы очень внимательно слушайте. Пользуясь тем, что на нашей сессии присутствует фабрикант Светлана Самуиловна, я хочу сделать некоторые заявления. Похоже, Игорь Гаврилович несколько перестарался, воспевая свои многочисленные заслуги перед громадой, чем изрядно повеселил собравшихся. Не 73-й год. Я 30 лет в партии КПСР. Вот красная книжка, как Мояковский говорит. 32. Я почти 70 тысяч взносов заплатил. Это 100 тысяч долларов. Пожалуйста, проверьте, что я правду. Работа белгороднестровских депутатов удивила Светлану Фабрикант. Нардеп подчеркнула, что обо всех происходящих в нашем городе безобразиях доложит и губернатору Одесской области, и полицовету в Киеве. Безусловно, будут рассказывать в Киеве о том, как происходит сессия в Белгороднестровском, о том, какая царит атмосфера. И, может быть, придется, есть такой опыт уже на уровне города Одессы в отношении и совета, и мэра, и каких-то решений. Может быть, придется приглашать сюда Киевскую комиссию, для того, чтобы разобраться, и для того, чтобы действительно ввести порядок, и чтобы вот такая ситуация ни в коем случае не выдержала город. Неужели наши городские власти, выбранные нами депутаты, настолько несамостоятельны, что их постоянно должны отдергивать и взывать к их совести? Неужели здесь у всех один девиз – ухватить кусок побольше, а на людей просто наплевать? В повестке дня заявлены 40 вопросов, 7 из них кадровые. Только представьте себе, что 4 кадровых вопроса рассматривали 5 часов. До ни одной городской проблеме не было уделено столько внимания. Очень удивительно, что на сегодняшний день на сессии городского совета минусы в первую очередь на вопросы политического характера. Не экономические вопросы, не вопросы, которые защищают интересы городской громады, а чистая политика. Стоит отметить, что 1 августа, после пяти месяцев политических скандалов, дрязг и кулуарных интриг, в Белгороднестровском горсовете дела сдвинулись с мертвой точки. Наконец-то у нас избрали секретаря горсовета. Им стал Владимир Мензелинцев. Теперь у нас есть и заместитель городского головы Татьяна Мунтьян. А вот кандидатуру Николая Ключникова на пост другого заместителя городского головы депутаты не поддержали. В целом же, атмосфера во время заседания была довольно напряженной. Стычки между депутатами и городским головой, бесконечно извительные реплики, шум и гам. Язык не повернется назвать это рабочей обстановкой. В общем, после столь напряженной работы все изрядно утомились и объявили перерыв до понедельника. Будем надеяться, что ничего за эти дни не произойдет. И на следующей неделе депутаты наконец-то приступят к рассмотрению земельных, социальных и других не менее важных вопросов.